В эфире «Сыскное дело» в студии Алина Чемерес. Здравствуйте! Сегодня в программе я и мои коллеги расскажем о резонансных судебных делах, ведомственных проверках, крупных спецоперациях и подведем криминальные итоги недели. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА К уголовной ответственности привлекли и 24-летнюю Кристину Чистякову за укрывательство этих преступлений. По версии следствия, в декабре 2016 года супруги по дороге домой заехали в магазин, где и столкнулись с преступниками. Те проследили за семейной парой и, ворвавшись в дом, напали. Добычей преступников стали три золотые цепочки и портмоне с банковскими картами и незначительной суммой денег. Подозреваемых задержали через пять дней. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Федеральный следственный комитет взял на контроль еще одно громкое дело. Следователи проводят проверку по факту пожара на заводе Куйбышев «Азот». В деле нашли признаки преступления, попадающие под статью нарушения правил безопасности на взрывоопасных объектах. Правоохранители осмотрели место происшествия и собрали необходимые данные. По окончании проверки будет принято процессуальное решение. Напомню, пожар вспыхнул на заводе 12 марта. Горел цех по переработке циклогексана – вещества, которые используются при производстве пластмассы. По данным МЧС, пламя вспыхнуло около полудня и быстро распространилось на территорию площадью в 500 квадратных метров. Пожар тушили свыше 40 единиц техники, 235 человек личного состава. Работу спасателям усложняло то, что потушить циклогексан невозможно, пока он сам не прогорит. В то время как пожарные боролись с пламенем, завод продолжал работать. На месте ЧП находились и сотрудники лаборатории. Они замеряли количество вредных веществ в атмосфере. Оно не превышало норму. Авария со смертельным исходом. На пересечении улиц Авроры и аэродромной женщина на иномарке сбила мужчину. Авария произошла средь белой дня. По словам очевидцев, пострадавший находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Перед тем, как выйти на проезжую часть, он несколько раз падал на землю и пытался переползти дорогу. Как уверяет женщина-водитель, она, поворачивая с улицы Аэродромной, пропустила всех пешеходов. А вот лежащего мужчину не заметила. Подробности аварии сейчас выясняет следствие. У меня нет комментариев. Пусть видеокамеры посмотрят, что он лежал на асфальте. Меня удивляют, что пешеходы даже не подвинули его. Его не было видно. Я поворачивала на свой знак. Он пошел, получается, полз на красный. Это мне так уже сказали очевидцы. По словам очевидцев, он переходил в проезжую часть. Со слов водителя, водитель его не заметил. Виновность будет установлена в ходе проведения следственных действий. Ноги до Москвы не довели. Волейболист команды «Факел» из Нового Уренгоя Александр Кимеров не смог вылететь из Самары в Москву из-за длинных ног. Игрока с ростом 2 метра 15 сантиметров вывели из самолета полицейские. Подробности в нашем сюжете. В этот день игроки команды «Факел» возвращались с матча 23-го тура мужской суперлиги. Спортсмен, чей рост более двух метров на своем месте не поместился из-за длинных ног. Поэтому решил пересесть. Александр Кимеров договорился поменяться местами с пассажиркой, сидевшей у аварийного выхода, где пространства для ног больше. Но, как оказалось, такие манипуляции запрещены правилами авиакомпании. Бортпроводница сначала вернула пассажиров на обозначенные места, а затем сообщила о произошедшем командиру экипажа. Ноги волейболиста, которые не помещались между креслами, якобы помешали работе сотрудников лайнера. Вылет задержали на 40 минут, а экипаж вызвал на борт полицейских, указав, что в самолете дебошир. Перестаньте, немедленно перестаньте. Давай, давай. Снимите кто-нибудь. Снимаем, снимаем, все снимаем. За что меня самолеты снимают? За что? Это не причина. Как утверждает сам Кемеров, бортпроводница сказала ему, что место, на которое он пересел, стоит дороже. Когда спортсмен предложил доплатить, сделать ему этого не разрешили. В результате полицейские все же вывели Кемерову из самолета. Действия сотрудники полиции свои мотивировали решением командира восточного судна, который, в свою очередь, ссылался на то, что бортпроводники заявили, что поведение пассажира было оскорбительным. В настоящее время следственные органы Приволжского следственного управления на транспорте Следственного комитета России проводят доследственную проверку, оценивают действия экипажа воздушного судна и действия сотрудников транспортной полиции. В Москву игрок смог добраться другим рейсом. Директор волейбольного клуба заявил, что в суд обращаться не будет, но ждет официальных извинений от авиакомпании. В Самаре судят гражданина Узбекистана, который призывал в интернете к терроризму. Дело рассматривают в Приволжском окружном военном суде. Год назад Бахтиербек Халматов на своей странице в соцсети опубликовал призывы мусульман к терроризму и размещал материалы, оправдывающие деятельность террористической организации ИГИЛ, запрещенной в России. Кроме того, Халматов планировал сам уехать в Сирию, чтобы присоединиться к боевикам. Преступление было совершено на территории республики Тыва, однако судят Халматова в Самаре. Дело в том, что в соответствии с указом президента определена подсудность, в соответствии с которой дела террористической и экстремистской направленности рассматриваются в Приволжском окружном военном суде, если данные преступления были совершены в соответствующем перечне регионов, которые предусмотрены данным указом президента. Эти водолазы ищут не клады, а людей. В Самаре прошли учения поисково-спасательной службы. С начала марта в регионе под лед провалились 9 человек. Во всех случаях помощь подоспела вовремя. О том, что делать, если ЧП все-таки случилось в нашем репортаже. Помогите! Помогите! Сегодня на учениях утопающий одет в гидрокостюм и обвязан тросом. По легенде, он возвращался с рыбалки и провалился под лед. Спасатели реагируют молниеносно. Вставать в полный рост на тонкий лед опасно. Он может не выдержать. С начала марта спасатели вытащили из воды 9 человек. В районе 9-й просеки люди шли с той стороны. Возвращались с рыбалки по той же тропе, по которой они прошли с утра. Обратно они провалились под лед. Сумели каким-то образом выбраться на лед. Но лед был очень тонкий. Приходилось только лежать. Они дождались нас. Потому что спасатели не могли даже близко к ним подойти. Под ними тоже трещал лед. Спасательные отряды дежурят по всей области. Чаще всего ЧП происходит на Волге. Время реагирования на вызов – полторы минуты. Но до места происшествия еще нужно добраться. Для этого служит транспорт на воздушных подушках. На счету каждая минута утопающий рискует получить обморожение. В большинстве случаев, говорят спасатели, люди оказываются в ледяной воде из-за собственной неосторожности. Весной эти тропы, которыми зимой люди ходят по Волге, становятся небезопасными. Сейчас лед гораздо тоньше, уже образуются трещины. Разломы появляются и от проходящих мимо судов на воздушных подушках. Температура воды сейчас около полутора градусов. Продержаться в ней провалившийся под лед человек может около 15-20 минут. На учениях навыки отрабатывают и водолазы. Задача – найти предмет на глубине пяти метров, захватить его и подготовить к подъему. На все дается 15 минут. Вытаскивать из-подо льда порой приходится и людей. Водолазы работают буквально на ощупь. Прозрачности нет, ничего не видим, работаем на ощупь, проходим большой масштаб местности. Рельефы разные бывают, пруды копанные, глубины разные. Спасатели советуют жителям быть осторожнее и не выходить на лед. Но если все-таки беда случилась и человек упал в ледяную воду, главное – не нырнуть с головой. Самое важное – не терять самообладание. Не нужно впадать в панику, нужно снять с себя одежду, по возможности обувь, чтобы иметь возможность выйти на поверхность. Потому что мокрая одежда является дополнительным грузом. И тепло она никак не сохранит. Снять одежду – тогда есть шанс выбраться на поверхность самостоятельно или помочь даже облегчить спасателям. Еще несколько дней спасатели будут выходить на лед. Потом это станет опасно и для них самих. Чтобы помощь подоспела вовремя, следует звонить по телефону, указанному на экране. 3 марта в Самаре был объявлен план перехват. Оперативники уголовного розыска искали мужчину, который ударил ножом полицейского. Инцидент произошел в Куйбышевском районе во время задержания предполагаемого торговца наркотиками. Чтобы найти подозреваемого, силовикам понадобилось менее трех часов. Как выяснилось, злоумышленником оказался безработный 23-летний житель Самары, который раньше к уголовной ответственности не привлекался. Полицейский был госпитализирован в медицинское учреждение Самары. Его состояние оценивается как тяжелое. По данному факту, следственными органами возбуждено уголовное дело по статье 317 Уголовного кодекса Российской Федерации. Сейчас подозреваемый заключен под стражу на два месяца. По его словам, он ударил ножом мужчину, который пытался вытащить его из машины. О том, что потерпевший сотрудник полиции якобы не знал. Погоня со стрельбой. Полицейские Чапаевска ночью преследовали нетрезвого водителя. В дежурную часть поступило сообщение, что пьяный посетитель кафе сел за руль автомобиля ВАЗ 12-й модели. Сотрудники ГИБДД пытались остановить машину, но водитель увеличил скорость. Не остановили гонщика и шесть предупреждающих выстрелов в воздух. В итоге автомобиль врезался в препятствие. Водитель пытался убежать и попал в руки полицейских. Выяснилось, что он неоднократно нарушал ПДД. Сейчас ему грозит лишение прав или административный арест. На этом у нас все. Вы смотрели «Сыскное дело». Будьте внимательны и берегите себя. До встречи через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова